Итак, делаем ремонт. Нужно что-то приляпать на стены. Что можно ляпать? Слово приляпать, оно такое замечательное. На самом деле выбор достаточно большой. Краска. Просто покрасить. Просто покрасить, сделать декоративную штукатурку, либо сделать какой-то декор, а именно вы можете сделать фрески, либо роспись. Еще есть 3D панели. Еще 3D панели. То есть получается у нас 4 разновидности того, что мы можем нанести на стены. Следующий вид покрытия декоративная штукатурка. Это самый, наверное, мой любимый вид отделки, потому что здесь можно так зарыться. И оттуда непонятно, через сколько выйти. Декоративные штукатурки, можно я сразу же вопрос задам? Все себе представляют венецианскую штукатурку. Это такую блестящую под камень. Это первое, что пошло. Но на самом деле штукатурка это же невероятное творчество, имитация любых поверхностей. Вот давай с этого начнем. Просто расскажи, на что способна декоративная штукатурка? Что нас может имитировать? На самом деле декоративная штукатурка может имитировать практически все. То есть при хорошем художественном вкусе, при отличных руках, при возможностях материала, если правильно подобрать материал, который поможет в этом, то можно сымитировать практически все. То есть венецианская штукатурка, про которую я упомянул, пожалуйста, имитация полированного мрамора. Гранит, грубый гранит. Это же все тоже может быть. Дерево. Бетон. Бетон. Различные шелка, различные ткани. Шелк можно имитировать штукатуркой. Можно. Бархат. И на ощупь как бархатная будет. Различные металлы, да, которые сейчас тоже достаточно в моде. То есть металлы тоже можно имитировать. Но это будет не один в один. То есть надо понимать, что это все равно будет имитация. Имитация. Иногда просто сымитировать из декоративной штукатурки стоит, наверное, подороже, чем... А, бывает и так. Бывает и так. Тут все зависит от проработки. Это даже будет стоить не сама декоративная штукатурка. Это будет стоимость работы. Тут как бы вот тут есть такие вещи. Поэтому на самом деле большое количество. Я не знаю, там, вы можете сымитировать облака. Вы можете сымитировать, ну, я не знаю, там... Бумагу. Бумагу. Кожу. Тоже можно. Ну, то есть штукатурки так и называются. С эффектом кожи, с эффектом шелка, там, с эффектом... Даже хлебушек вы можете сымитировать. Мякиш. То есть такое тоже возможно. Получается, в наших руках появляется невероятно разнообразный инструмент, с помощью которого мы можем добиться любого эффекта. С любыми эффектами любые поверхности в любом цвете. Да. То есть именно в этом случае штукатурка как помощник, да? Когда чего-то нет, когда что-то вывели из производства, мы можем даже сымитировать обои. То есть бывают и такие ситуации, когда обои сняли. Или плит. Когда полоска со стены отпала, да, да. Когда сняли с производства. Или, допустим, плитка. У нас был такой случай, когда плитку сняли с производства. Это один вариант. И второй вариант, когда плитка уже анонсировали, но она не пришла, да, в город. То есть надо было заканчивать ремонт, и нам пришлось имитировать плитку. Ну, то есть, как бы, такие вещи тоже есть. Это сложно. Прямо расписывали ее как-то? Да. Какой-то рисунок делали? Да. И что получилось? Да. И это как раз вот тот случай, когда можно на плитку наносить краску. Только здесь она, краска была с декоративкой, да? Да. То есть мы как бы не на плитку наносили. На плитку тоже можно наносить декоративную штукатурку. Есть только один вид декоративной штукатурки, который можно нанести на плитку. Он называется микроцемент. То есть, если вам надоела плитка, я бы лучше, конечно, рекомендовала даже не краску, а все же рекомендовала декоративную штукатурку, потому что плитка несет определенные свойства, и в этом, как бы, микроцемент поможет, да, в дальнейшем, там, в ванных комнатах. А кодировать его можно? Можно. У него, правда, есть, как бы, ограниченная цветовая гамма, потому что это натуральный материал, но, тем не менее, краска. Ну, все зависит от того, как вы к этому потом будете относиться. То есть, там, долго, недолго, надоело, снова перекрасили еще какие-то вещи. То есть, все это можно, но с умом. А в каких случаях декоративку выбирают? Ну, не проще ли взять, покрасить или обои наклеить? Ведь декоративная штукатурка, я так понимаю, это серьезно заморочиться надо? Ну, как минимум, мастера с руками позвать. Вы знаете, сейчас, наверное, очень такой, ну, я не знаю, там, тренд, сколько он еще продлится, когда все красят, ну, в большинство случаев. И когда к нам пришел заказчик, мы такие, ну, вот, краска. Он смотрит так на меня и говорит, знаете, у меня ощущение, что я обратно в 90-е или 80-е пришел. Давайте я выберу декоративную штукатурку. То есть, смысл в том, что для кого-то это как бы новое веяние, а для кого-то это слишком простая отделка, и он хочет что-то более изысканное, что-то более, там, имитирующее, да, что-то более мягкое на ощупь. Тогда это декоративная штукатурка. Но если мы сравниваем с обоями, то есть, в чем минус, да? Ну, не минус, да, такой, мы не в Англии, не в Америке, когда шов, это просто шов. Когда ты принимаешь обои, по снипам должен принимать, там, метр, да, от стены. Ну, как мы принимаем, мы же принимаем вот так обои, все говорят. Это про обои сейчас речь идет. Я просто к тому, что иногда, чем лучше, что... Я думаю, мы сейчас перейдем вот к плюсам-минусам, сейчас вот материалов различных, а сейчас просто... Ну, то есть, если обобщить, то иногда это заменяет и обои. То есть, декоративной штукатуркой можно заменить обои? Можно. А можем ли мы какой-то рисунок на декоративной штукатурке сделать? Мы можем это сделать с помощью трафаретной росписи, мы можем это сделать с помощью художника. Собственно говоря, вот у нас есть вот такие вот вещи, которые нам говорят... Мы можем это сделать вместо фрески, мы можем на штукатурке нарисовать, и у нас получается замечательная пановка. То есть мы можем это сделать любыми способами. И объем можно создать. Да, я считаю, что декоративная штукатурка – это универсальный способ, который применяется, даже универсальный материал на сегодняшний день, который, применяя в своем интерьере, вы можете закрыть очень много потребностей. Много потребностей закрыть. Кто бы мне финансовые потребности закрыл? Иногда, допустим, если у вас новостройка, и вы понимаете, какое количество денег надо отдать на подготовку, то проще взять декоративную штукатурку, которая без подготовки дополнительно может осуществить, можно нанести на стены. У вас получится, у вас не получится шелк, но у вас получится качественное покрытие, в которое вы не вкладываете очень много финансового. И так вот можно. Мотать и на ус. Давай к четвертому виду покрытия стен перейдем, который мы с тобой определили. Это декоративные покрытия, да? Декоративный эффект. Из чего он может быть? Ну, это, возможно, из гипсовых панелей. Это так называемые 3D панели, да? 3D панели. Это, возможно, из фрески. То есть есть фотопанно или фрески, скажем так. И это, возможно, из росписи. Росписи – это уже такая ручная работа. Художник на стене расписывает. Так, по ним пробежимся сейчас еще разок. Значит, фреска. Это готовый рисунок определенного размера. То есть смысл в том, что, допустим, художники нарисовали какое-то изображение. Это изображение переводится в цифру. Затем на флизелин ручным способом наносится декоративная штукатурка и через цифру уже туда наносится... Ну, я имею в виду цифровым методом, то есть печатью, да? Станок печати. Ну, станок печати, хорошо так. Наносит уже этот рисунок. И вы получаете уже готовое панно, завернутое в тубусе, которое потом вы просто клеите на стену. Это фреска? Это фреска. И, в принципе, таких фресок может быть 10 миллионов. Все купили? О, слушайте, на самом деле изображение может... Есть... У каждого производителя есть свой, как бы, каталог изображений, либо вы можете в шаттерстоке какие-то изображения посмотреть. А, можно индивидуально? Да, можно индивидуально. Можно отрисовать. Можно даже отрисовать. То есть... А зачем тогда художник нужен? Переходим ко второму варианту. Росписи. Ну, смотрите, не всегда все изображения... Ну, во-первых, это все равно ограничения, да? То есть, если есть ограничения в изображениях, но вдруг ты, Иван, обычно рисуешь, ведь что-то такое, что потом надо подумать, как это сделать, и тут как раз спасает художник. Ну, все же люди хотят, когда они видят картину, говорят, а можно здесь еще вот так дорисовать, а здесь вот еще вот так дорисовать, и вот тут вот еще вот... Поэтому все же это художник. И человек, который рисует, он вкладывает душу туда. И мне кажется, что это самое основное... Я бы сказал, он вкладывает туда еще свое видение. Видение, да. Но надо выбирать художника по душе, и есть такие вот... Ну, на самом деле, даже я смотрю, один художник нарисовал, другой художник по нему нарисовал, третий, и ты выбираешь тот, который вот смотришь на изображение, тебе кажется, что там теплом веет еще каким-то. Вот это вот художник, это художественная роспись, это сделано руками человека, да, там прям вот под то, что вы хотите именно. 3D-панели. Что такое 3D-панели? Это гипсовая панель, я так понял. Это гипсовая панель определенного размера, которая придает декоративный эффект стене, да. То есть это может быть за изголовьем кровати, это может быть просто как панно на стене, да, это может быть за телевизором, то есть какие-то вот обычно такие вещи. Они могут быть и гипсовые, могут быть и из МДФ, но из МДФ это уже там не наша стезя, то есть тут... Но гипс в этом плане служит именно декоративными вещами, но тут нужно тоже определенный подход иметь к этому, чтобы панно было целостным, скажем. А почему 3D их называют? Ну потому что у него есть, когда у него смотришь, у тебя есть оптическая такая иллюзия, что ты видишь рисунок, который не плоский, ну он и так не плоский, но он еще выглядит как вот 3D изображение. Панель объемная? Объемная. То есть у них примерно где-то от 2 до 4 сантиметров может быть рельеф. Ну вот идея всех этих покрытий декоративных, я так понимаю, не залепить всю комнату по кругу, а сделать некий акцент. На какой-то стене, на двух стенах? Или какого-то фрагмент стены? На самом деле это обычно фрагментарно идет, потому что это опять же упирается в определенную стоимость, это не масс-маркет, да, то есть как бы надо понимать, что это стоит определенных денег, не только самом материал, но еще и монтаж, да, потому что есть определенные нюансы в этом. Все же хотят единое. Мы, к сожалению, а может быть, к счастью, живем не в Америке, да, там, не в Англии, когда к каким-то вещам, именно ручным, да, относятся, ну, это прикольно и круто. В России все должно быть идеально, ну, просто все, и, соответственно, это стоит определенных денег, именно в монтаже, да, там, нанесении, там, ручных. Сейчас про стоимость материалов поговорим. Например, мне нужно сделать максимально дешево. Ну, бюджет ограничен, я купил новую квартиру в новостройке, и я прихожу к тебе и говорю, Оксана, помоги, пожалуйста, мне нужно что-то сделать с этими стенами по минимальному варианту. Что ты предложишь? Субтитры сделал DimaTorzok